Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Вы давно просили меня сделать ролик о люксовой косметике, о моих фаворитах, поэтому сегодня будет об этом. Мои 100 из 10, реально это то, чем я пользуюсь, что-то у меня давно, какие-то новинки, даже перезапуски старых коллекций, не буду затягивать и поехали. Моя первая категория средства для губ, и мне кажется, что ни одна красотка не откажет себя в такой маленькой роскоши в качестве помады, которую всегда можно с удовольствием достать из сумочки в красивом футляре и обновить помаду в течение дня. И, кстати, совсем скоро будет черная пятница, всякие там новогодние праздники, и можно купить что-то чуточку дешевле или сделать себе самой или попросить в качестве подарка. Итак, один из моих обожаемых брендов это Dior. Вот абсолютно разные категории, и это то, что я собираюсь докупить себе во время скидок. Начиная с бальзамных каких-то историй и заканчивая жидкими, стойкими матовыми помадами. Давайте, собственно, поговорим о них. У меня есть два оттенка. Один такой насыщенный, осенний, очень красивый, как будто такая разбавленная рябина. Смотрится очень эффектно, 558. Это для тех, кто любит делать какие-то акценты в макияже. И если же вы предпочитаете нюты, то один из самых удачных это оттенок номер 100. У Dior, между прочим, есть разные версии этого же оттенка. И кремовые, и тоже матовая помада, но не в жидкой версии. У меня именно такая. Она очень стойкая. Я не могу сказать, что это самая современная формула. Но действительно, это держится хорошо, это красиво выглядит. И это не холодный нют, скорее он с такой небольшой теплинкой или ближе к нейтральному. Как будто в кофе с молоком добавили немного розового. Будет красиво выглядеть и на рыженьких, и на блондинках, и на брюнетках. Единственное, если у вас прям розовый оттенок кожи, то на вас она может выглядеть чрезмерно теплой. У Dior также есть линейка Диорама. В таких флакончиках это очень увлажняющие блески с красивым свечением. У меня было несколько оттенков, и вот еще один подошел к концу 785. Вот это даже не столько для блондинок, сколько для брюнеток с каким-то таким пыльно-розовым карандашом или коричневым. Это выглядит очень стильно и хорошо увлажняет. Губы держатся в течение дня. В этих блесках есть светоотражающие частички. Благодаря этому ваши губы будут выглядеть еще пухлее. Что касается масел для губ от Dior, может они не самые такие супер увлажняющие, но мне они нравятся больше всего и за счет аппликатора, и за счет полупрозрачного оттенка, и самой текстуры. И вообще у меня тоже было несколько, сейчас все позаканчивалось, и они тоже есть в моем списке покупок на скидках. Следующая линейка Dior Mania номер 667. Я обязательно все напишу вам в инфобоксе. Это уже кремовая помада, она не супер стойкая, но она очень хорошо скользит, приятно ощущается на губах. У меня достаточно яркий оттенок, поэтому я всегда использую ее с более стойким карандашом, но есть и нюдовые всякие. Очень приятная и такой легкий ненавязчивый аромат. У меня Coral Coral летом очень любила ее. Далее, MAC это моя безграничная любовь сквозь годы, можно сказать. И я недавно себе купила перезапуск матовой помады Velvet Teddy, но в миниатюре, чтобы мне удобно было брать ее с собой в какие-то поездки, например. И что я хочу вам сказать? По сравнению с теми матовыми помадами, которые были раньше, это уже более приятная формула. Она лучше и легче распределяется по губам, она не такая тугая, если хотите. И до сих пор я могу вам сказать, что Velvet Teddy, Mer, это настолько даже не то чтобы актуальные, это уже классика жанра. Они очень красиво выглядят на губах, у них хорошая покрывающая способность. И вообще это неплохо носится в течение дня. И сейчас обновленная текстура стала еще более приятной, сливочной и вообще не подчеркивает никакие шелушения. И фирменная душка MAC это то, чему они не изменяют. И вообще я продолжаю, продолжаю покупать эти помады. Следующий мой фирменный оттенок это уже линейка Powder Kiss. У меня оттенок 304 Selfriness, и эта помада, она как, я даже не знаю с чем это можно сравнить, потому что она как будто матовая, но она еще более скользкая такая, в ней чуть меньше пигментация, чем в классических матовых помадах. Она еще легче наносится на губы, то есть как будто таким слоем потоньше. Это очень красивый такой, достаточно яркий оттенок, казалось бы, да, то есть это розовый, холодный, но он приглушенный и не пыльная роза, но я люблю носить такую помаду с карандашом потемнее. Ну это настолько вообще шикарно выглядит на губах, можно просто накрасить ресницы, губы, и у вас уже сразу будет такой освежающий макияж. Плавно перейдем к таким бальзамным помадам, которые сейчас очень актуальны, они будут появляться, если уже не появились во всех брендах. Это вот такая помада тоже от MAC, и далее я расскажу о других. У меня прозрачный оттенок, я взяла ее для того, чтобы использовать в качестве бальзама. Ее всегда нужно выкручивать минимальное количество, потому что она, ну вот, тает на губах в прямом и переносном смысле этого слова. И она ложится на губы уже, знаете, как такой бальзам-маска даже, и это очень здорово восстанавливает губы. Сейчас, когда сезон ветров, мороза, холодов, это самое то, есть и цветные помады. И у меня есть от других брендов такого плана средства, и с одной стороны они мне очень нравятся, но это красивее всего выглядит на тех, у кого свой четкий контур губ. А это не я. Что я имею в виду? Я в прошлом году еще приобрела себе такого плана средства от бренда Hourglass, и это одна из самых дорогих помад, которые, в принципе, у меня имеются. Она тоже такого же плана, да, то есть тает на губах, и она уже с оттенком. И с одной стороны, вот, если посмотреть на свотчи, то это красивый пыльно-розовый оттенок. Как-то неровно распределила. Вот, и если наносить это на губы с каким-то нюдовым карандашом, так как сегодня, то оттенок не особо виден. Это раз. Во-вторых, если наносить ее поверх карандаша, со временем такая текстура разъедает даже самый стойкий карандаш. У меня такое ощущение, что моя камера показывает мои губы слишком холодными по оттенку, они не такие синюшные в реальной жизни. Но такого плана баттеры для губ, они дают очень красивый, такой сочный блеск. И если вы можете себе позволить использовать такое без карандаша, то на вас это будет эффект вау. И помада от Hourglass и MAC, они имеют как будто такой ментоловый какой-то шлейф на губах. То есть это еще и успокаивает ваши губы, если они, например, обветрились. Далее, конечно же, это новинка от Eves Saint Laurent в очень красивом увесистом футляре, в нюдовом оттенке. Она тоже приятно увлажняет губы, наносится, но она не дает вот такого прям сочного блеска, как предыдущие. И это у меня один из самых желанных оттенков в номере 201. То есть это такая нейтральная помада, которую вы можете обновить, даже не глядя в зеркало. И без карандаша она будет смотреться хорошо, и под всякие там смоуки айс и так далее. В общем, это помада в оттенке, покупая которую вы никогда практически не прогадаете, разве что вы прям хотите что-то яркое. А такое в этой линейке от Eves Saint Laurent тоже есть. Моя безграничная любовь, помада от Lancome, господи, какая она приятная. Она еще и хорошо пахнет, она тоже оставляет такой как будто холодок на губах. У нее хорошая пигментация и оттенок персиково-коралловый 30. Я сейчас без ума от нее, цвет ложится плотно для всяких освежающих макияжей, это самое то. И, пожалуй, на губах она смотрится еще красивее, чем на каком-либо свотче. Наверное, достаточно неожиданно, но жидкая матовая помада от бренда Kylie. У меня в комплекте был еще и карандаш, но он на мне какой-то вообще такой непонятно рыжий, поэтому я всегда беру какой-то пыльно-розовый и добавляю эту помаду. И она у меня в оттенке 808 Kylie, и это такой приглушенный розовый, холодный и красивее всего она выглядит на мне именно в холодное время года, когда я совершенно не загорела. Вот такой с одной стороны светлый, с другой выразительный и выглядит стильно, приятно ощущается на губах. Ну да, как каждая стойкая матовая помада немножко подсушивает, но ее не нужно наносить плотным слоем, достаточно так добавить где-то на центр губ, и этого уже будет вполне достаточно для того, чтобы ваши губы стали более выразительными и очерченными. Я покупаю очень много разной косметики, и люксовой в том числе. Я помню, когда все гонялись за этими маслами для губ от бренда Rare Beauty Селены Гомес, у меня оттенок Wonder, и с одной стороны оттенок красивый мне очень нравится, но она настолько сушит губы, это тентующая история, и я как-то достаточно редко ее пользуюсь, потому что, ну, мне неприятны эти ощущения стянутости губ, и если ее неровно распределить, то она неровно затинтует, но, в общем, как-то я не поняла хайпа вокруг этого средства. Возможно, вы меня не поддержите, но у меня так. Ну и, конечно же, Роуд, куда мы без Хайли Бибер. Да, как бы дорого это сейчас не было, это действительно хороший бальзам для губ, он приятно ощущается, он хорошо увлажняет, он красиво блестит на губах, и вообще это удобно сказать, что это что-то неповторимое и не похоже на кого-то другого, а для меня это сильно похоже на Clorans, правда. И у нас Clorans более доступен, поэтому хотите попробовать Роуд, оно того стоит, но если вы ищете какие-то альтернативы, то обновленные бальзамы такого плана от Clorans, еще и в похожих оттенках, тоже не беспроигрышно выглядят на фоне Роуд. Мой фирменный оттенок губ, когда я хочу выглядеть сногсшибательно, при этом не нанося слишком много макияжа на себя, я всегда выбираю помаду поярче и просто вытягиваю ресницы какой-то удлиняющей тушью. Это помада от марки Armani в оттенке 500, это розовая персиковая матовая помада, которая наносится на губы как суфле, то есть она не застывает в ноль, и сколько бы я всего себе не покупала, это один из таких оттенков, которые практически не встречаются в других брендах, и она настолько красивая, она выполняет свою работу на миллион процентов, как помада, как средство декоративной косметики, она вытягивает любой макияж, и я покупала ее уже дважды, и буду продолжать это делать, пока ее будут выпускать. Она неплохо держится, она настолько пигментированная, что ее можно наносить даже без карандаша, в общем, помада просто роскошь. Я не очень люблю покупать люксовые карандаши, но все-таки у меня есть те, на которые я готова тратиться. Во-первых, это Charlotte Tilbury, Pillow Talk, персиково-коричневая, в сочетании еще и с помадой от MAC, это всегда попадание в яблочко, они приятные, они пигментированные, они, знаете, не комкаются на губах, и второе, это, конечно же, Iconic Nude. Это не гелевые карандаши, которые застывают и держатся там вообще в течение всего дня. Говоря о таких, это, конечно же, новинка от Lancome, вот это прям вообще убийственная стойка, они еще более пигментированные, линейка Idle, и у меня оттенок 33 Idle Nude, но это очень сильно похоже на Charlotte Tilbury Pillow Talk, может, чуть менее холодный, ну, буквально грамм для тех, кто там сильно всматривается так, как я. И пигментация, и это тот карандаш, нанося который, вы можете быть уверены в том, что даже зарисовывая все губы, он будет хорошо держаться. Также недавно купила себе карандаш от Mario, то есть By Mario косметика, американский визажист, американский же, да, и я взяла себе оттенок Дмитрий. Почему так называется, непонятно, но это классический ню, здесь большой объем, цена нормальная, и это такой нейтральный, можно сказать, даже ближе, наверное, к холодному. Он чуть-чуть холоднее, чем Iconic Nude от Charlotte Tilbury, и он тоже пигментированный, стойкий, карандаши действительно классные, и со второй стороны еще и есть щеточка, щеточка, кисточка, которую вы можете все это растушевать. Если вы очень светлая девушка, и ищете какой-то холодный нюдовый карандаш для губ, это Bobby Brown в оттенок Pale Mouth, и он такой аж лилово-мюдовый. Очень стильный, то есть если пупа 04 для вас слишком интенсивная и темная, попробуйте этот. Только вот честно говоря, пупа все-таки более стойкая, чем Bobby Brown, то есть они разные по своей формуле, но тем не менее оттенок очень хорошо подойдет именно светленьким, или тем, кто предпочитает светлый нюд. Далее мы с вами разберем румяна. Очень часто какие-то современные формулы, новые, очень интересные, простые в использовании, сначала появляются в люксе, и только потом они перекочевывают в масс-маркет. И с одной стороны это то, что уже есть на рынке, это румяна от бренда MAC из коллекции Glow Play. И у меня есть очень яркий оттенок, вот такой. Если их придавить, то они продавливаются, они как будто, знаете, крем запеченный в упаковке, да, то есть это и не рассыпается, и не растекается, при этом румяна совершенно не пылят, они наносятся как кремовые, они дают очень красивый отблеск, и они выглядят даже как такие кремовые румяна, но при этом оно никуда не растекается, во время нанесения, использования и так далее. Оттенок Heat Index, у меня был в фаворитах именно на теплое время года, как-то в этом году я ими меньше пользовалась, но он не такой ядреный на щеках, я наношу чуть и так далее, это такой супер фреш, но недавно я купила новинку из той же коллекции. Упаковка, ну вот я прям не фанат, но когда ты возишь это с собой, действительно легкие румяна, и даже в последние поездки они были со мной, но это даже не румяна, это для меня и скульптор, и бронзер, и даже тени для век, которые я без проблем, вот реально не глядя в зеркало, наношу, и это оттенок True Harmony. По сравнению с классическими пудровыми румянами, которые очень многие из нас использовали в качестве бронзера, этот более холодный, он более универсальный, я себе не представляю, как это можно наносить в качестве румян, то есть это бронзера-скульптор, которым даже можно подкрасить губы, как-то контур, но я чаще всего наношу на лицо, и потом еще и в складку века, или даже на все века, у меня это не скатывается, это очень удобно, это не пятнит, это распределяется еще удобнее, чем многие кремовые скульпторы, я за, и для темненьких, и для светленьких его можно наслаивать, можно вообще себе нарисовать, такие скулы, как будто тебе кто-то тут ножом прочертил, очень здорово, мне нравится, обратите внимание, если вы на вы с румянами, со всеми этими новомодными оттенками, яркими, какими-то непонятными, то вам тоже по адресу к Мак, потому что одни из самых красивых, невесточных румян, которые я подарила очень многим своим подругам и родственникам, и сама покупала не первый и не последний раз, это моя, наверное, уже вторая упаковка, которая использована больше, чем наполовину, оттенок Dainty, и это минеральные румяна, то есть они с минералами, но это не минеральная косметика, и это персиково-розовый, с сияющим таким шлейфом, это подойдет всем и каждой, это смотрится настолько выигрышно, это отдых, который вы можете купить в упаковке, если вы не высыпаетесь, если вы не можете поехать в отпуск, нанесите эти румяна, и вы будете свежечком, очень красивые, у меня куча всего, но я регулярно достаю их и наношу на себя, настолько они хороши. Конечно же, румяна Dior из коллекции Backstage, кто-то их любит, кто-то не понимает, я вам скажу так, если у вас кисть вот такого плана, это бюджетная кисточка, наверное, с натуральным ворсом, из Алиэкспресс за несколько долларов, она безупречно наносит румяна, у меня никаких вопросов к ним нет, они у меня не затираются, они передают оттенок, и если у кого-то что-то не выходит, значит у вас неподходящая кисть, ну, с люксом тоже такое бывает, что нужна определенная кисточка, у меня ярко-розовый оттенок, который, конечно же, не так смотрится на щеках, то есть это такой легкий, девичий цвет, который тоже дарит нам свежесть, это, как видите, то, что я очень часто выбираю для себя, и второй оттенок, 012 Rosewood, они в упаковке кажутся совершенно непонятными, кстати, они еще и не особо сводчатся, они работают только с кожей, то есть когда переносишь кисточкой на лицо, и эти румяна, и ярко-розовые, они еще и дают очень красивый отблеск, но, знаете, как будто у вас отполированное лицо, то есть здесь нет блесточек, но это такая игра со светом, как будто лицо у тебя более рельефное, но не за счет дополнительных каких-то там элементов, это очень интересно, классный формат, мне нравится, я за, и вот эти румяна, Rosewood, они, вот знаете, соединяются с бронзером, если делать монохром на глазах, помаду в тон, это прям шик и блеск, как из журнала, при этом весь макияж смотрится у тебя очень гармонично, и как одно целое, а без нескольких там, знаете, оттенков, еще одно универсальное средство от бренда Rose, на самом деле это румяна, кремовая румяна, у меня вот в таком необычном бронзово-лиловом оттенке, сегодня они у меня на лице, с бронзером, и, наверное, за счет яркого света сегодня за окном, как будто больше каких-то контрастов на лице, но на самом деле в жизни это выглядит очень симпатично, и почему говорю, что это универсально, потому что я наношу это и на лицо, и на глаза, и на губы, и это очень классная текстура, такая помадная, но это хорошо растушевывается, это не создает каких-то проплешин, это можно наслаивать, это вообще приятно ощущается, это не липнет, и я сначала испугалась, что я себе купила такой оттенок, несмотря на то, что я его хотела, но это можно быстро распределить, это выглядит очень модно, стильно и быстро, и вообще можно закинуть одну такую вот штучку в сумку, и у тебя тоже пол твоего макияжа всегда с тобой. Кремовые румяна от Rare Beauty в оттенке Hope, когда я их купила, я как-то, знаете, пожалела сначала, что я не взяла себе ярко-розовые, и возможно я сделаю это во время скидок, но сейчас, когда пришла мода на большое количество румян на лице, на многофункциональные средства, и с одной стороны модные тоже яркие румяна, но и также вот такие немножечко припыленные, натуральные, и это то, что нужно, особенно на то время, когда я уже совершенно не буду загорелой. Видите, с одной стороны он кажется просто персиковым, но на самом деле на лице это чуть более интенсивно, они очень пигментированные, поэтому увидите где-то миниатюру, можете взять ее, ее и так хватит на очень долго, и именно сейчас таким оттенком мне кайфово, опять же, прокрашивать щеки, глаза и губы. Вот. Тоже такой, знаете, влажный финиш у них, но не такой, как у Роуд, потому что у Роуд это как будто, знаете, такая сливочная помада, да, но не жирная, то есть классная текстура, а вот это кремовые румяна, они стойкие, поэтому, да, сейчас как-то заново открыла для себя этот оттенок. Ягодка Малинка от бренда Армани, это их сухие румяна, и очень классный именно ягодный оттенок, номере 51, они не светлые, там есть более носибельный в этой коллекции, такой, знаете, коммерческий, универсальный, для тех, кто предпочитает более сдержанный макияж, и наоборот, очень ярко-розовые, в стиле вот таких. Я же решила себе взять что-то, чего у меня нет от других брендов, и я не прогатала, я очень много пользовалась ими в этом году, и это точно фаворит этого моего года, сетиновые румяна, которые дают немножко отблеска, но чудесным образом не подчеркивают текстуру. Румяна от Гуччи, самая увесистая, качественная упаковка, да, будет придавать вес вашей дорожной косметичке, но действительно этим приятно пользоваться, качественное зеркало, в отличие от Диор, я не понимаю, как за такие деньги, настолько ущербное зеркало, которое все коверкает и скажет, искренне не понимаю, почему так, совершенно другая история с румянами от Гуччи, у меня в оттенке три, красивый персиково-розовый, и сейчас я понимаю, почему он так сильно мне нравится, потому что это достаточно сильно похоже, с MAC Dainty, они чуть более яркие, и тоже такие сатиновые, в принципе, я могла бы обойтись и без них, но нужно покупать что-то, чтобы иметь в виду, что там появляется и так далее, если вы когда-то хотели бы попробовать что-то от Гуччи, то румяна можно брать, теперь консилеры, вот признаюсь вам честно, что в бюджете мне гораздо сложнее найти именно какой-то достойный вариант, который будет наноситься так, как я хочу, не будет подчеркивать мне какие-то морщинки, и сейчас покажу вам свои фавориты, начиная с самого легкого, это подсвечивающий консилер, он особо там ничего не перекрывает, от бренда Lancome, он дает дополнительное увлажнение, здесь есть светоотражающие частички, если его припудрить пудрой, то это просто будет как бы такой визуальный эффект, но без блесток под глазами, для молоденьких девушек, для возрастных, да, тоже советую присмотреться, при пудре, например, от Sensai, или даже при бюджетной, от Evoline под глаза, он держится хорошо, я распределяю его и пальцами, точнее распределяла эту пустая упаковка, и спонжа, и кисточки, просто не наносите слишком много, и если вам не нужно там какое-то сверхсильное покрытие, вам этого будет достаточно, без сахары под глазами, для меня это критично, то есть я не люблю консилеры, которые высушивают мне эту область, мое недавнее открытие, это Tarte, я как-то давно поставила для себя крест на Shape Tape, я подумала, что нет-нет, это слишком плотно, это слишком стойко, это слишком сушаще, и вообще, сейчас нравится настолько, что куплю себе оттенок посветлее, это линейка Radiant, недавно показывала вам, как он работает в собиралке, у меня сейчас летний оттенок, я до сих пор загорела, и наверное в ближайшее время такой останусь, поэтому буду пользоваться 22N, он такой с желтинкой, так как подходит мне, поэтому если у нас с вами похожий цветотип, и вы до сих пор загорелы после лета, то можете ориентироваться, но у них настолько широкая линейка цветов, что каждый подберет себе по полутонам там и как хотите, очень классный, тоже сияющий, кремовый, быстро просто распределяется, он чуть более перекрывающий, чем Lancome, я никогда не борщу, и он у меня тоже держится восхитительно в течение дня, при тех же пудрах, далее чуть более перекрывающий консилер, точнее это и консилер, и корректор, даже можно хоть на все лицо наносить, это Dior, я как-то о нем призабыла, у меня именно обновленная версия была, и предыдущая, это чуть легче, то есть говорим о том, что сейчас актуально продается, у меня оттенок 1W, тоже с желтинкой, очень приятный, увлажняющий, и для высветления определенных зон, и для коррекции цветовых нюансов под глазами, и при этом вы не перегрузите кожу под глазками, если же вы любите стойкие консилеры, которые застывают, и чтобы вот схватилось, и точно, сейчас очень много такого плана средств, но многие из них чересчур, вот знаете, это уже времена макияжа, и в стиле худой бьюти, и сейчас мы предпочитаем что-то такое, знаете, полегче, и один из таких вариантов, это Yves Saint Laurent, именно с черной, вот такой вот меткой, да, он более стойкий, тушекла, но не вот этот подсвечивающий, да, он у меня когда-то тоже был, сейчас мне нравится что-то другое, но вот это тоже стойкий вариант, он у меня с такой желтинкой, как я люблю, и он уже знаете, как матовый, 1,5, 1,5, это мой цвет, но если вы смотрите мои ролики, то знаете, что чаще всего я сейчас крашусь чем-то, с другими свойствами, где больше увлажнения, нежели стойкости, и также консилер от MAC, Pro Longwear, то есть это классика жанра, раньше мне казалось, что у него немного покрытия, да, он не плотно перекрывающий синеву, но подобрав какой-то оттенок, который будет работать именно с цветокоррекцией, для вас этого будет достаточно, раньше я его там в несколько слоев наносила, какой кошмар, мой летний оттенок NC25, сейчас нужно выбрать что-то другое, но это именно стойко, это требует под себя больше какого-то увлажнения в качестве крема, но сам по себе консилер до сих пор хорош, он стойкий, и он уж точно не скатывается ни в какие морщинки, наносим тонким слоем, промакиваем спонжем, чуть-чуть пудры, прям миллиграмм, и ваш макияж продержится целый день. Пудры, вот люксовые пудры, очень часто работают лучше, чем бюджетные, это факт, у них как будто им мельче помол, и вот очень классный финиш, и по сей день считаю, что самой универсальной рассыпчатой пудрой, которой вам хватит вообще на века, это Сенсай и под глаза, и на все лицо, и визажистам, любителям косметики, возрастным, молодым девушкам, кому хотите, вот она на всех работает как фотошоп, и под глазами очень много раз показывала вам, насколько здорово это фиксирует в качестве бейкинга, или просто наносить она как ластик, стирает вообще поры и так далее, если вы ищете пудру без талька, то это пудра от Hourglass, но по сравнению даже с Сенсай, на мне она дает больше мотирования, мне не всегда этого хочется, в принципе пудрой не всегда пользуюсь, но сама по себе она достойная, я как-то сразу ее, наверное, не поняла, и лучше всего на мне она работает именно с какими-то увлажняющими тональными, кремами, консилерами и так далее, поэтому, если вы хотели бы узнать мое мнение, то больше всего я люблю Сенсай, но если выбирать из тех, которые без талька, то Hourglass, да, меня до сих пор бесит эта упаковка, но она действительно хороша, может я не прям ярая поклонница этой пудры, но я не жалею, что я ее приобрела как минимум, и, конечно же, пудра прессованная тоже Hourglass, и вы знаете, зимой на скидках вместо того оттенка, который у меня был дважды, я купила себе Dim Light, он посветлее и как-то не то пальто, как говорится, даже с любимыми финишами и эффектом оттенок имеет значение, все-таки мне нужен потемнее, который Luminous Light, Dim Light, да, она хорошо наносится, да, она дает эффект вот этой холеной такой, отполированной кожи, без блесточек, но это сияющая пудра, она дает дополнительное покрытие, это очень дорого на лице, ненавижу это слово, но уж как есть, я люблю эту пудру за то, что она чуть-чуть, как будто дает больше покрытия, и она настолько чудесно растушевывает все границы макияжа, при этом ваше лицо начинает переливаться вот таким, знаете, естественным здоровьем, каким-то ухоженным свечением, это настолько вот феноменально, не побоюсь этого слова, и плюс эта пудра не вызывает у меня каких-то несовершенств на коже, и вообще она, ну, всегда как финальный штрих в моем макияже, вот, добавляешь ее, и сразу эффект вау, обеспечен. Средства для глаз и бровей. С бровями у меня такая история, что я чаще всего покупаю, наверное, middle market, что-то бюджетное, но тут я искала для себя какие-то тени для бровей, которые мне заменят карандаш, все-таки тенями, наверное, еще быстрее можно докрасить какие-то там пробелы и так далее, и мой оттенок 2,5 в тенях от бренда Benefit. Они и не теплые, и не холодные, то есть это скорее такой нейтральные, они более пигментированные, чем Анастасия Баверли Хиллс, она у меня в оттенке блонд, и они более пигментированные, и держатся так же хорошо. Если мне нужно где-то чуть-чуть что-то добавить, то могу и переборщить этими тенями, но если накрасить вот с нуля и максимально быстро, это самое то, если вам есть что докрашивать, то у Benefit просто такой разбег оттенков и полутонов, что каждый найдет для себя какие-то средства и так далее. Это могут быть карандаши, это может быть такого плана, что-то в виде теней. Также есть маркеры, но там как-то вот не знаю, мне показалось, что нужно пробовать именно на бровях, потому что мне хотелось бы что-то буквально полупрозрачное. И также у Benefit, то, что из моего виш-листа, это стойкий гель. Это то, что держит брови на ура, прозрачный, классический. Гель для бровей, как-то Brow Setter он называется, или как-то так, но он у них там один, вы не ошибетесь, с силиконовой щеточкой, и это один из самых классных, и вообще, в принципе, один из первых таких стойких гелей для бровей. Он без оттенка. Туши для ресниц я тоже нечасто покупаю из люкса. Иногда, когда мои глаза становятся такими чувствительными, когда проявляется аллергия, только тогда я обращаюсь к люксу. И, например, мне очень нравятся туши Lancome, особенно с силиконовыми щеточками. Это прям отлично, это красивое разделение, вообще это не размазывается и не вызывает красноту глаз. Я бы хотела купить себе тушь от Charlotte Tilbury, в таком бордовом оттенке. И также, когда я покупала себе косметику от Gucci, мне дали в подарок миниатюру туши от Gucci. Сегодня я нанесла ее третий раз. Вот такой эффект она дает мне при двух слоях. И очень приятная формула. Я понимаю, почему это и бестселлер. И если буду где-то, где представлена косметика Gucci, не исключено, что я куплю себе именно эту тушь. Силиконовая щеточка в виде вот такого аккуратного бочонка. Очень быстро и просто наносится. Черные ресницы без перегруза, при этом удлиняет, разделяет. И я думаю, что когда раскрасится мой пробник или полноразмерная тушь, это сделала бы, да, то она давала бы еще больше объема, да, и вообще очень приятно ощущается. Точнее, не ощущается. Как будто у меня не накрашены ресницы. Мне нравится эффект. И тушь очень классная. Интересно, есть ли она в коричневом оттенке. Тени для век. И тут будет чисто сердечное признание, потому что я тот человек, который потратил на палетки, я даже не знаю сколько, потому что у меня, ну, почти все палетки такие самые популярные. Вот Наташи Диноны, Том Форд, штук шесть, Анастасия Беверли Хиллс практически все. Что там еще? Мейкап Баймарио и Худо Бьюти, Урбан ДиКей и все-все-все. Помимо, конечно, каких-то там теней с дуахромами, я больше по таким вот нюдам, что-то на каждый день и так далее. Но я практически ими не пользуюсь. И палетки Том Форд у меня в основном все старого выпуска, их сейчас не приобрести. И я продолжаю, если уж достаю палетку, продолжаю пользоваться Томом Фордом. И вот такой от Шарлотт Тилбери. Это одна из ее таких самых базовых палеток. Тени здесь сатиновые, они не матовые, они не шиммерные какие-то. И это очень такая, знаете, ходовая подборка оттенков, помимо двух рыжих. Хоть убейте, я не понимаю, почему нельзя было добавить просто темно-коричневый. Для меня это какая-то загадка. Может, это специально для того, чтобы потом выпустить такую версию. И черные здесь не настолько, вот знаете, угольно-черные, чтобы сделать прям такие насыщенные стрелки. То есть стрелки вы им нарисуете, но чисто вы знаете, что-то там по линии роста ресниц прочертить. Какие-то вот завитушки вы этими тенями не нарисуете. Четко выраженные кончики, как от лайнера. Нет, это такой вот не прям супер насыщенный черный. Но в целом мне очень нравятся эти тени. Они не подчеркивают текстуру. Здесь есть и теплые, и холодные. Вот такой нейтральный переходной. И особенно, если у вас уже немолодые веки, скажем так, и всякие там блесточки, и тяжелые тени в стиле Анастасии Баверли-Хиллс, наоборот, как будто утяжеляют ваш взгляд. Отдавайте предпочтение именно сатиновым теням, или каким-то теням, вот типа Диор. И я все хожу вокруг одной палитры от Диор. Я думаю, что я такие ее приобрету. Точнее, мне нравятся две, и я никак не могу выбрать. У меня есть однушки теней от Диор, и они очень хорошего качества, но пользуюсь я ими не так часто, только по той причине, что когда я куда-то еду, мне проще взять какую-то палетку, чем несколько однушек. Я не знаю, что было со мной не так, что я купила себе настолько дорогие однушки. И говоря о Диор, у меня есть матовые и сатиновые оттенки в однушках. Они были небюджетными, мягко говоря. И эти же оттенки, что самое смешное и нелогичное для меня, тоже есть в палетках. Нужно было брать палетку. Не знаю, подарю их маме, она тоже любит всякие мономакияжи, это тоже красиво выглядит, так легко, но при этом подчеркивает подчеркивает все то, что нужно, даже на немолодых веках. Это очень вуально, это просто создает какие-то там нужные акценты, и все. У меня есть сатиновые и матовые тени от Диор, и они хороши, мне этого вполне достаточно. Я, как вы видите, наверняка в моих влогах очень часто вообще просто наношу бронзер, как-то я совсем отошла от насыщенных макияжей глаз. Я не знаю, может это тренды на меня так повлияли, а может мне просто не хочется тратить на это время. Максимально часто я делаю какие-то монохромные макияжи, просто одни тени на все века, и это, конечно же, тени от Merit, которые, к сожалению, не продаются в Польше, но точно есть в Америке, в Европе. У перекупщиков у меня оттенок студио, сегодня он у меня на глазах, и это настолько просто, что кисточкой нанес, размазал. Это кремовые тени, которые сами фиксируются, превращаются в матовые, а не стойкие, и это вообще одна большая любовь. Если же мне хочется какого-то свечения, именно кремовой подложки под, например, спарклы и так далее, я чаще всего использую вот эти тени от Charlotte Tilbury в оттенке Champagne. Они светленькие, они очень приятные, и это не что-то, вот как раньше, помните, нанес и видно из космоса, как мы все говорили, это так вуально, это очень элегантно, сдержанно, и тоже на любой случай жизни. Единственное, что эти кремовые тени от Charlotte Tilbury у меня не особо хотят держаться без базы. С базой все хорошо, поэтому как бы приловчилось. Далее, вот такие тени от Bobby Brown, они тоже небюджетные, у нас, кстати, есть Outlet в Кракове, в центре Factory, и там есть целый фирменный магазин Estee Lauder, то есть там и Estee Lauder, и Smashbox, и Bobby Brown, и MAC, мало того, что там цены ниже, у них еще каждый месяц какие-то акции, то минус 20% от цены в их магазине, то получи там 30% скидки при покупке двух товаров. Ну, короче, у меня тут в 15 минутах от дома настоящий склад люксовой косметики по приятным ценам, и такой же магазин есть в Outlet в Варшаве. И я, конечно, покупала эти тени в Дугласе, но тем не менее, сейчас можно было бы купить гораздо дешевле. У меня такой оливково-золотой оттенок Bobby Brown, но у них также есть вот этот мега популярный, сейчас вылетело из головы, как он называется, он еще больше сияет, но вот это действительно так очень элегантно, красиво, по-вечернему. А второй название укажу вам здесь на экране, он, ну вот я его даже наносила там в магазине, и все хожу, думаю, надо, ну не надо, надо, не надо, это гораздо красивее, чем даже Charlotte Tilbury, их спарклы и так далее. У меня и палетки есть теней от Charlotte Tilbury, не хочется мне их сюда включать, потому что это вроде как неплохо, но это не то, чем я максимально часто пользуюсь. Для меня палетки от Charlotte Tilbury, они как будто слишком захайпленные, ну то есть есть даже бюджетные варианты или корейские, которые на мне выглядят красивее и по оттенкам, и по текстурам, и вообще, чем Charlotte. И тональные кремы в самом конце, потому что это, наверное, еще более индивидуально, чем все остальное. Тот тональный крем, который является одним из самых дорогих, покупала дважды и уже собираюсь купить заново, потому что он у меня заканчивается. Это гениально, это Le Beige от Chanel, их Tinder для лица, он как будто с такими капсулами внутри, у меня есть и корейская альтернатива, и еще что-то я покупала. Ну, блин, он самый классный, извините. Он как подкрашенная такая водичка, мне достаточно этого покрытия, сегодня у меня на лице остатки этого тона, наверное, еще на один раз максимум осталось, и также он дает эффект свежего макияжа без перегруза. На каждый день это просто супер. Скорректируем что-то там, если есть постакне или пигментация при помощи корректора, вот это прям огонь на каждый день. На лето он не ощущается, он практически незаметен на коже, он не скатывается в морщинки. Для возрастных моих подружек вот это искренняя рекомендация, то, что не будет не выглядеть как маска, не будет так ощущаться. Очень здорово. Что-то поплотнее, что-то, что уже скроет все несовершенства, при этом будет очень хорошо держаться, это Herborean BB крем. Тоже уже, пожалуй, нужно его выбросить, потому что у меня закончился подходящий мне оттенок, а это слишком темный, я его использовала только в супер загорелые времена. Мой оттенок в Herborean BB креме это нюд. Он и стойкий, и такой вот, знаете, сатиновый, потому что это и не мат такой прям плоский, он вообще сглаживает все поры, он перекрывает все то, что нужно, он хорошо держится, он не скатывается в морщинки, просто быстро наносится на любой уход, не капризное средство, действительно мой хит. Тональные кремы от SheSade тоже хорошо на мне работают, это Synchro Skin Glow, скучаю по нему очень сильно, купила себе вот этот, он уже, знаете, как уход с каким-то тонирующим свойством, и я не могу на него жаловаться, только сейчас он для меня светловат, до сих пор, но когда я наношу его, там добавляю бронзер, то хорошо, он не дает такого свечения, как Synchro Skin Glow, это тоже легкое тонирование, и приятно ощущается на лице, если вы не любите свечения, как Synchro Skin Glow, но вам недостаточно пигментации Chanel, то можно попробовать вот этот небюджетный, но красив, тонирующий тинт абсолютно не для всех, это мак, он дает очень сильное свечение, но если вы хотели попробовать что-то в стиле голливудского фильтра от Charlotte Tilbury, то это мне нравится гораздо больше, какой-то он такой непластилиновый как тот, даже на периферию лица, например, нанести на скулы, смотря какой оттенок вы себе выберете, удивительно то, что у меня Medium 1, и когда ты сначала делаешь сводч, он кажется дико желтым, а когда распределяешь, он светлее, вот такой Magic, и мне нравится наносить его даже на все лицо, особенно в реальной жизни, а не для видеосъемки, минимальное покрытие и Mega Glow, также тональные кремы от Armani, Luminous Silk это классика жанра, но в моем случае под него мне нужно наносить например их базу увлажняющую или супер увлажняющий уход, а вот то, что для моего типа кожи комбинированное с сухими участками, с расширенными порами, с дополнительным увлажнением, это Designer Glow, это скорее от легкого к среднему покрытия и очень приятно ощущается в течение дня, дает тоже такую свежесть лицу, я не очень часто пользуюсь такими средствами, это суперстойка, это такой полуматовый финиш от бренда Lancome, мой оттенок 135N, если я не загорелая, он просто распределяется, не стягивает так кожу и обновленная версия, она легче и на мне не так окисляется, то есть я не замечаю какой-то разницы между лицом и шеей после нанесения и застывания тонального крема, это тот тональный крем, который я бы нанесла, например, на какое-то мероприятие, там, длиною целые сутки, и если я фотографируюсь, потому что все мои вот эти вот сияшки на фотографиях, это выглядит не очень, я тут спонтанно сфотографировалась на документы, имея свой обычный повседневный макияж, ну и блещу я там знатно, а на фото и видео для тех, кто предпочитает вот прям такой полуматовый живой финиш, что вот это варианты, не всякие там ранее упомянутые, вы меня спросите, а как же бронзеры, почему ты ничего не показываешь из бронзера, у меня есть опять-таки и худо-бьюти кремовые, достаточно много популярных, и давайте наверное скажу два слова о бронзере от Chanel, это кремовый в шайбе, только знаете, что у меня оттенок 390, это не тот, который вышел первым, это второй, ему наверное этому оттенку года два, может три максимум, первое, что нужно знать, во-первых, это прям теплый бронзер, у него оттенок печеньки, вот даже по сравнению с MAC, вы можете видеть, насколько это большая разница, и что касается бронзера Chanel, я к нему приловчилась, в нем есть еще как будто такое свечение, он более пластичный, чем например та же Huda Beauty, что там у нас еще было, ну в общем, я приловчилась его наносить, но честно говоря, это очень дорого, и сейчас есть тот же бренд поэзо, поэтому Chanel извини, там более выигрышные оттенки, с ними еще проще, как будто формула более современная, это неплохо, он у меня есть, но сказать, чтобы я там вообще как-то от него умирала, и советовала всем вокруг, тоже не хочется, и очень короткий обзор на баночку, которую вы можете видеть у очень многих визажистов, и любителей косметики, это бронзер от бренда Gucci, и у многих он тоже в фаворитах, что я вам скажу, у меня номер 2, он один из самых холодных, первый номер на мне не было видно от слова совсем, номер 3 уже прям такой рыжий, он холоднее на лице, чем вы видите в упаковке, это сияющий бронзер, и к нему нужно найти подход, если вы не на ты с косметикой, то может быть катастрофой, вы вообще забросите его и скажите, что какая-то полная ерунда, здесь в наборе есть еще кисточка, я не понимаю зачем, потому что ею вообще невозможно нанести не то, что бронзер, вообще могло бы ее здесь и не быть, и девочки, бронзер чем хороший, с одной стороны это действительно красивый эффект, если прорисовать правильно скулы, там с танцами, с бубнами, это выглядит роскошно, но он очень сильно пылит, для того, чтобы он не нанесся пятнами и слишком много, берем, во-первых, кисть из натурального ворса, набираем на кисточку средство, потом вырабатываем в кисть его, я показывала вам, я люблю вот эту часть ладони, и потом только на лицо, и только таким образом, это зараза, за сколько, за 100 евро, наверное, за сколько его там купила, не пятнит, и не перебарщиваю, то есть я владею над бронзером, а не он надо мной, подумайте дважды, нужны ли вам вот эти вот пляски вокруг дорогого средства, или возможно стоит поискать что-то другое, из люксового сегмента, вот прям моего любимца уже, к сожалению, нет, сняли с производства, самый крутой бронзер, для меня это Armani, но его уже давно не выпускают, а так что-то как-то я не нашла, у меня тоже были всякие там Too Faced и так далее, и решила попробовать Gucci, неплохо, буду ли я вам советовать доставать его из-под земли, потому что он еще и не везде продается, нет, нет, девочки, на этом у меня все, я надеюсь вам со мной сегодня было интересно, вы узнали что-то новое, отвлеклись, убрались со мной, развеялись, что-то приготовили, я очень часто сама включаю на фоне чьи-то видео, там и влоги, и вообще интервью разные, поэтому я была рада с вами повидаться, надеюсь я удовлетворила запрос тех, кто давно просил о люксе, возможно у меня когда-то будет настроение снять о провалах люксовой косметики, почему бы и нет, потому что таких тоже немало, ну а на этом пока-пока, я вас целую, обнимаю, и увидимся совсем скоро, пока-пока, Продолжение следует...